Всем привет, с вами Петенов. Обзора клавиатуры не будет. А все потому, что это будет мой первый бартерный обзор. Да, ребята из компании Fifine прислали мне микрофон. И в данном видеоролике я вам о нем расскажу. Сразу хочется оговориться, обзор не будет по бумажке с сухими характеристиками. Здесь будет мой личный опыт пользования этим микрофоном и мои впечатления от него. Поэтому где-то возможно небольшое количество воды, а где-то я могу забыть сказать какую-либо характеристику этого микрофона. Но я думаю по этому ролику вы более чем поймете, нужен ли вам этот микрофон. Поехали. В комплекте микрофона идет шок-маунт для стабилизации микрофона, так называемый паук, кабель для подключения USB 2.0, кронштейн и фиксатор для кронштейна. Непосредственно сам микрофон в комплекте тоже имеется. Пока на фоне я собираю этот микрофон, расскажу предысторию. Познакомился с Fifine я еще на выходе их нового антутмент микрофона, Ampligame A8. И им я пользовался по сей день, пока Fifine не написали мне с предложением сделать обзор на их микрофон. Отчего я был в восторге, ведь это будет мой первый бартерный обзор, опыт и обзор того, о чем не стыдно рассказать. Fifine T669B Pro Ultra Max Edition подкупил меня своим дизайном. Строгий дизайн, нету подсветки и кронштейн в комплекте. Разницы между несколькими микрофонами Fifine я не заметил, а вот комфорта добавилась сполна. Я понял прикол кронштейна. Это очень удобно, когда у тебя микрофон висит слева или справа от тебя. Ты видишь свою клавиатуру и свои руки, не заслоняя их микрофоном. Места при этом становится значительно больше. За характеристики микрофонов я многого не скажу, но из того, что я знаю, микрофон с кардиоидной направленностью. В нем нет аудиокарты, и это тот же Fifine K680, только с богатейшей комплектацией. По качеству звука с уверенностью могу сказать, что это уровень HyperX Qualtcast, который стоит до 2-3 раза дороже и считается отличайшим оверпрайсом. Здесь же вы можете получить достойный звук буквально за пару тысяч рублей. Сейчас устроим небольшой тест. Посмотрим, как микро запишет тайпинги моих клавиатур. С этой секунды ролик записывается именно на этот микрофон. Я думаю, качество очень даже достойное. За месяц регулярного пользования этим микрофоном я успел наиграть 40 часов в Дон Старве и пересмотреть всю атаку тестанов. И все это было в Дискорде вместе с моим дружочком Корешем. И сейчас он даст свою объективную и неподкупную, что важно, оценку моему микрофону. Говори. Да, вполне нормальный себе микрофончик. Что могу сказать? Покупайте, если у вас, конечно, миллиарды рублей. Другому его стало слышно после покупки этого суперустройства. А раньше вообще не было слышно, да? Да, его можно теперь распогнавать. Ну, то есть, крутой микрофон, да, советуешь его к покупке? Да, как и стоит. Ну, 3-4 тысячи. Ну, вот, как я и сказал, ты миллиардеров. Все, покупайте, кому не жалко денег. Слушай, ну вот, а я периодически орал, когда мы играли в Дон Старш на тебя. Я был похож на бустер или, там, дерзко, которые так же орут? Сложно подметить, нет, он не похож, потому что, когда это дерзко, его не слышно. А тебя было слышно, представь себе, поэтому этот микрофон... То есть, микрофон еще и выдерживал нагрузку в виде криков? Да, этот микрофон не подходит для стримов. А давай сейчас проверим. Нормально? Подходит абсолютно для всех. Отлично, спасибо большое. Все ссылки на микрофон будут в закрепленном комментарии снизу. Что касается незначительных минусов этого микрофона. Плохая шумоизоляция характерна многим конденсаторным микрофонам. И что это значит? Голос мамы, папы, попугая будет слышен с другого конца квартиры, если у вас не особняк лысого из людей X. Ну и да, отсутствие 3,5 джека тоже минус. Вы не сможете вставить микрофон наушники, вам придется их вставлять в свой компьютер. На этом минусы микрофона заканчиваются. Я кайфую с микрофонами от FIFINE и собираюсь за свои кровные взять себе их динамический FIFINE M8. Также хочу отдельно обратиться к FIFINE, воларить их за предоставленный микрофон. И прошу прощения за задержку с обзором. Копил опыт использования, так скажем. Я смело рекомендую к покупке FIFINE T669. Это очень отличный бюджетный микрофон. Тем более, если вам тоже, как и мне, хочется, чтобы было все и сразу. Кронштейн, строгий дизайн. Все по фэншую. Ну а на этом у меня пока что все. До скорого.